Вечер в Владимире продолжает Телефорум. Сегодня для вас проведу его я, Елена Панина. Здравствуйте. Подготовка школ. Так звучит наша тема сегодня. Буквально неделя осталась до начала учебного года, который состоится уже точно в оффлайн режиме, то есть все дети пойдут в школу. О том, готовы ли школы, какие новые требования есть для школ, для учителей, для учеников, разбираемся сегодня с нашими гостями. И у нас в студии сотрудник управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. Здравствуйте, Марина. Добрый вечер. И заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУМЧС России по Владимирской области Павел Васин. Здравствуйте, Павел. Добрый вечер. Дорогие телезрители, напоминаю, мы работаем для вас в прямом эфире. Телефон прежний 44 40 47, поэтому звоните, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы. Но мы начнем. Сначала у меня первый вопрос к вам, Павел. Приемка школ, она происходила всегда перед первым сентября. Ваше ведомство тоже традиционно принимает в этом участие. Что изменилось? Как проходило непосредственно со стороны вашего ведомства? Есть ли разница? Как проходила приемка школ в учебном 2019-2020? И вот сейчас новый учебный год 2020-2021? Особой разницы не было в приемке, которая проводилась в прошлых годах. И в этом году, летом этого года, единственное, что наши сотрудники, соответственно, посещали объект с условием использования средств индивидуальной защиты. Ранее в требованиях пожарной безопасности у нас было четко прописано, то, что образовательные учреждения должны приниматься к началу учебного года. Это были правила пожарной безопасности. В настоящее время мы проверяем и принимаем школы в соответствии с письмом Минпросвещения, которым в этом году образовательные учреждения должны были быть приняты к 20 августа. И, соответственно, органы управления образования, как и департамент образования Владимирской области по подведомству с учреждением, так и органы местного управления, издавали, соответственно, распределительные документы, которыми утверждались графики приемки. Соответственно, в приемочной коммерции участвуют как и сотрудники МЧС России, главного управления МЧС России и территориальных подразделений, так же и работники, сотрудники других надзорных ведомств. По изменениям законодательства за последний год изменений никаких таких серьезных не было. Но вот в последующем предусматривается изменение части нормативных документов. Будут отменены правила противопожарного режима в Российской Федерации. В заменах будут введены в действие новые правила. Там будут какие-то изменения. В принципе, проекты есть, можно с ними ознакомиться, почитать. Также изменяются своды правил в нормативные документы, которые содержат требования пожарной безопасности. Но это именно будет производиться в переходный период между 2020 и 2021 годом. По изменениям у нас изменялись. Да, вот что меняется? Там как-то ужесточаются? Там много деталей. То есть это и меняются противопожарные нормирования, расстояния, размеры меняются, геометрические параметры. Но вот среди изменений, которые в этом году произошли, это категорирование объектов по категориям риска. То есть у нас изменился порядок. Мы же не только участвуем в приемке образовательных учреждений, но также и проводим их на регулярной основе. И сейчас, в соответствии с действующим законодательством, детские сады мы проверяем один раз в год. Средние образовательные учреждения, вообще образовательные школы проверяем раз в два года. А среднепрофессиональные образовательные учреждения раз в три года. То есть это так и останется? Это вот именно изменение, которое вступило в этом году в силу. То есть изменилась периодичность проведения проверок. Нет, реже, раньше было, то есть установлено раз в год проверялись все образовательные учреждения. Ну я не знаю, хорошо это или плохо. Вам работы, конечно, меньше? Нет, с одной стороны, да, нагрузка меньше на инспекторский состав. У нас в три года столько всего может измениться. Ну поймите то, что образовательные учреждения наши сотрудники посещают не один раз в год. В образовательных учреждениях проводятся выборы, всевозможные мероприятия. И при подготовке к новогодним мероприятиям мы посещаем, смотрим эти объекты. Также вот при приемках участвуем, в проверках. То есть инспектор, по сути, каждое образовательное учреждение по четыре, по пять раз посещается нашими должностными лицами. А также проводятся всевозможные с детьми профилактические мероприятия, викторины, конкурсы. Ну вот о мероприятиях мы еще попозже обязательно поговорим. У нас есть звонок зрителя. Алло, Татьяна, здравствуйте. В прямом эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Вот вы знаете, я постоянно переживаю за то, что в пешеходном переходе улица Власева, 47 и дом 45, это к старой школе. То есть у меня много поет в одном другу школу. Вот. Не там кошку там сбила, вот на этой дороге, треолог. Там идет, скажем так, в Пекинке, до Голотого кольца, до дома 47 и 45. И вот там вот помойки, допустим, вот так, ради стоят. И там даже ребенок истоит в школу самостоятельно. Там, у меня у дочки там еще там грудной ребенок. Не всегда надо продолжать. Вот. И как бы хотел, чтобы вот это, пытался зазвониться до ГАИ, чтобы там, хотя бы там лежащие прицепки там сделали. Там есть переход, это возле 72-го детского комбината. Но до него тоже надо дойти. Вот. Мы все говорим о коронавирусе. Вы знаете, коронавирус может быть клюквой, нас с вестаминами местными. Вот. А вот дорогу там ребенок может прийти, он может себе голову сломать. Помогите, пожалуйста. Как это вопрос можно решить? Ну, вот по поводу клюквы коронавируса, мы к этому вопросу тоже вернемся. А здесь, что касается организации дорожного движения вокруг школ? Ну, это вопрос не нашего ведомства, не МЧС России. Это, прежде всего, МВД и Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Сегодня, в частности, под руководством заместителя и председателя правительства Голикова проводилось электронное совещание, и МВД отчитывалось, представители, то, что все эти вопросы решают, соответственно, они также смотрят при подготовке и на безопасность передвижения на школьных автобусах. И вот эти вопросы дежурства, то есть в первые дни сентября, то есть особенно на всех, если там, соответственно, устроен пешеходный переход, отвечающий всем требованиям, сотрудники ГИБДД там дежурят на этом переходе. Если это какое-то нерегламентированное, неорганизованное место, то им, я думаю, не стоит пользоваться. Но я думаю, если вы воспользуетесь сетью интернета и на официальном сайте ГИБДД Владимирской области найдете там, это во всех ведомствах есть, и телефон горячей линии, и задать вопрос начальнику этого государственного учреждения, соответственно, вы можете это сделать и обратиться к ГИБДД. Еще один звонок на линии. Алло, Игорь, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Елена. Да, мне такой вопрос. А что школьный директор обязан сделать при преступлении угрозы по телефону? Если исключаются, например, пожары или какие-то возглавления, вот не знаю. Спасибо огромное. У нас здесь двойной вопрос был задан, то есть террористический акт угрозы и пожар. При пожаре действия любого гражданина четко указаны в правилах противопожарного режима. Там четко указано, то есть гражданин должен в первую очередь сообщить о пожаре в подразделении пожарной охраны. Если стационарный телефон, это телефон 0-1, мобильный телефон, соответственно, 101. Соответственно, затем гражданин должен принять посильные меры, именно посильные меры к эвакуации людей и тушению пожара. Соответственно, если возникает такой вопрос о поступлении письма с какими-то там угрозами, террористического акта, соответственно, сообщается об этом в подразделении полиции, МЧС, можно обратиться. Есть у нас единый телефон 112, вы все прекрасно знаете. На него сообщается, соответственно, высылаются автоматически те подразделения, которые осуществляют проверку этого объекта на предмет наличия каких-то взрывчатых веществ. Ну, смотря какое сообщение было. Эвакуация, соответственно, этим руководителем учреждение должно осуществляться, он должен это организовать, проверить, если это школа, все ли дети вышли, соответственно, чтобы паники не было. Ну, соответственно, ждать прибытия подразделений для осмотра помещений. Ну, смотрите, говорим сегодня о подготовке школ, исходя из звонков телезрителей, они переживают за безопасность дорожного движения, терроризм, противопожарная безопасность, а вот коронавирус предлагают лечить клюквы. Марина, поэтому у меня вопрос к вам. Не рано ли мы расслабились? Понятно, школы открываются, но тем не менее, как я понимаю, нам всем и родителям, и ученикам, и, соответственно, сотрудникам школы надо быть на готове. Вот здесь. Как сейчас принимаются школы вашим ведомством? Ну, хочется напомнить, что коронавирус никуда не ушел. Сотрудники управления Роспотребнадзора ежегодно мониторят готовность образовательных учреждений в преддверии нового учебного года. Ну, вот как бы это было в прошлом году, вот тот же вопрос, как у Павла. Да, вот я сейчас расскажу, то есть мы ежегодно проверяем образовательные учреждения, в частности, предписания, которые выдаются в ходе контроля надзорных мероприятий образовательных учреждений. На сегодняшний день предписания включают в себя 86 мероприятий, то есть каким-то школам было предписано провести ремонтные работы помещений, кому-то нужно было улучшить систему водоснабжения, улучшить материально-техническую базу и оснащение пищеблоков. Также проверялась система освещения в классах, где будут проводиться учебные процессы. И большая часть предписаний была дана образовательным учреждениям в проведении косметического ремонта. На сегодняшний день уже проверены практически все медицинские осмотры, то есть наличие медицинских осмотров, прохождения гигиенической аттестации, обучения всех подлежащих, всего подлежащего персонала. Вот на сегодняшний день можно сказать, что уже проведено более 8 тысяч замеров света, я имею в виду в классах, более 300 отобранных проб питьевой воды. То есть вот это как раз все те мероприятия, которые проходят у нас в обычном режиме. Особое внимание ежегодно уделяется сотрудниками управления, это соблюдение санитарных норм и требований по питанию школьников. На сегодняшний день проверено более 100 меню образовательных учреждений на соответствие. То есть рацион школьника должен обязательно включать в себя всю суточную физиологическую потребность растущего организма ребенка в энергии, то есть это белки, жиры, углеводы и витамины. И вот ежедневный рацион школьника, он должен состоять из тех пищевых продуктов, которые отвечают качеству и безопасности. Соответственно, мы проверяем каждого поставщика пищевой продукции, который привозит продукты в образовательные учреждения. Вот это все те основные мероприятия, которые мы проводили каждый год. В этом году, учитывая, что у нас появилась новая эпидемиологическая ситуация как в стране, так и в мире, соответственно, появилось постановление главного федерального государственного санитарного врача от 30 июня текущего года. Это новые санитарные требования для образовательных учреждений в период риска распространения коронавирусной инфекции. То есть теперь весь образовательный процесс будет проходить у нас с особенностями, которые рекламентированы вот этими новыми санитарными требованиями. То есть если, значит, перед началом года по нашим новым требованиям каждое образовательное учреждение должно провести генеральную уборку всего помещения с применением дезинфицирующих средств. Еще одно новшество – это то, что запрещаются проводить массовые мероприятия для разных групп и классов детей. Также запрещается проводить массовые мероприятия с привлечением различных организаций. То есть теперь каждый класс будет закреплен за одним кабинетом, где будет проводиться весь учебный процесс. За исключением, конечно, тех предметов, которым нужно специальное оборудование. Это касается физической культуры, изобразительного искусства, физика, химии, информатики и так далее. В каждом учебном образовательном учреждении должно быть обеспечена дезинфекция, проветривание. То есть должны быть установлены приборы для обеззараживания воздуха, обязательно проветривание. То есть если мы выпускаем детей на перемену в коридор, то в этот момент в классе должно проводиться проветривание. Еще одно… Ну, слушайте, проветривание, мне кажется, всегда необходимо было проводить, так уж если разобраться. Да, но сейчас это более жестко, то есть мы требовать будем это. Еще одно новое введение – это для всех сотрудников пищеблока и всех обеспечивающих специалистов в школе обязательное ношение средств индивидуальной защиты. Вот, вот здесь давайте поподробнее, потому что, как я понимаю, маски – это вообще камень преткновения. Я знаю, что и в родительских чатах постоянные споры, кто же в итоге должен ходить в масках в школе – учителя, ученики или только сотрудники пищеблока. Ну вот, согласно нашим новым санитарным требованиям, только сотрудники пищеблока и весь обслуживающий персонал обязательно должны быть обеспечены достаточным количеством масок из расчета «одна маска» не более трех часов на рабочий день. Что касается ношения масок детей и педагогов, то они у нас не регламентируются, то есть не нужно. Но если какой-то из родителей очень переживает за своего ребенка, и он хочет, чтобы ребенок ходил в школу с маской, то, пожалуйста, это не заворяется. То есть, по крайней мере, это не запрещено. Да, это не запрещено, и это не будет обязательным требованием, так как это мы будем требовать от сотрудников пищеблока. Ну и еще одно требование тоже обязательное, что в достаточном количестве каждая школа должна иметь дезинфицирующие средства, термометры и кожные антисептики для того, чтобы и дети, и персонал постоянно обрабатывали руки. Ну вот да, руки, самое важное, термометрия. То есть здесь тоже перед входом школа должна быть организована или в классах? Да, согласно нашим требованиям, то есть бесконтактный термометр, то есть мы принимаем детей у входа, то есть если у школы один вход, то это один преподаватель или учитель, или кто-то там взрослый проверяет температуру. Если у школы два входа и более, то на каждый вход должен быть отдельный измеритель температуры. То есть, как я понимаю, ребенок может идти в школу без маски, он пришел, ему померили температуру бесконтактно. А я так вот просто отправляю ребенка в школу, значит, у входа термометрия и дезинфектор для рук. А если температура до 37, да, сколько? Если температура обычная, нормальная, то ребенок проходит в свой класс. Если обнаруживается, что у взрослого педагога или персонала, или ребенка температура свыше 37,1, то ребенок должен быть изолирован незамедлительно в специальную комнату. Эти комнаты медицинские у нас есть на данный момент, оборудованы, вернее, сейчас в каждой образовательной школе. И, значит, в течение двух часов ребенок должен быть либо, ну, то есть сообщается родителям о том, что у ребенка температура, они его должны забрать. Если это взрослый ребенок, ну, достаточно большой, то он сам может уйти домой. Либо, если это тяжелая история, то можно вызвать скорую помощь. То есть ребенок должен быть изолирован из детского коллектива. А если, допустим, нет температуры, но есть признаки респираторной инфекции, там, сопли, к примеру, каши? Ну, здесь, конечно, будет все на усмотрение администрации школы. То есть, конечно, такого жесткого запрета на то, что есть признаки респираторного заболевания, и мы не пускаем в школу, у нас, конечно, нет. Но если, вообще, если температуры нет, конечно, ребенок может учиться. Итак, значит, если все нормально, проходят дальше классы по возможности отдельные, никаких массовых мероприятий нет, а линейки 1 сентября? 1 сентября у нас будут, вообще, все линейки 1 сентября торжественные, начиная с первокласса, которые будут проходить. Самое важное, это не пересекать потоки. Как я уже сказала, что не само массовое мероприятие мы запрещаем, а пересечение классов. То есть, если у нас параллели первоклассик собираются в школу, то есть, родители, конечно, в этом году, они не будут провожать детей до класса, как это у нас принято. Соответственно, для детей проводится какой-то праздник 1 сентября, дальше родители остаются на улице, учитель принимает своих новых детей и ведет их в класс. И там уже рассказывает, показывает, как и знакомится со школьной жизнью. Вот это тоже новшество, как в этом году. Что касается других классов, то здесь они могут проводить и на базе других каких-то, могут быть выездные праздники, могут быть на базе школы, но на территории своего класса. То есть, это будет на усмотрение либо родительского комитета, либо самой администрации школы. Как они решат, так основной принцип не пересекать потоки чужих. Ну и, как я понимаю, то есть, линейка у первого класса и у одиннадцатого, правильно? Да, да. А остальные, у остальных классный час, так? Ну, кто как, кто-то может выездить. То есть, уже на усмотрение администрации. Так, ясно. И я думаю, что отличаются ли требования. Давайте мы, наверное, все-таки продолжим наш разговор после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Телефорум продолжает свою работу. Подготовка школ – наша тема сегодня. Я напоминаю, эфир прямой. У вас еще есть возможность позвонить к нам в студию по телефону 44 40 47. И так, значит, мы выяснили, что… А, кстати, вот мне задала самый главный вопрос. По сути, школы готовы? Вот наличие дезинфицирующих средств, запасы вот этих всех СИЗов, обеззараживающие устройства и так далее. Вот насколько готовность у нас в области? Ну, на данный момент можно сказать, что уже процентов 90 у нас готовы. Так как, что касается и дошкольных учреждений по санитайзерам, по средствам индивидуальной защиты, они уже были готовы в тот момент, когда они открывали дежурные группы, так как это было необходимым условием для того, чтобы открыть дежурную группу. Что касается школ, то они уже, учитывая, что власти, наша областная администрация выделила 63 миллиона непосредственно на приобретение вот этих необходимого оборудования, управление образования проводило мониторинг среди образовательных учреждений на наличие или отсутствие того или иного оборудования. То есть на данный момент практически все они уже готовы. Слушайте, ну школы, по сути, да, не принимали учеников апрель, май, июнь, июль, август, полгода. То есть, мне кажется, для школы, для учителей это очень волнительно, да, вот первое сентября, потому что длительный перерыв, и я думаю, что и к вам в ведомство очень много поступает вопросов с уточнениями и так далее. Кстати, требования отличаются по регионам, или везде требования примерно одинаковые, если говорить про учебный процесс? Ну да, по территории Российской Федерации у нас единые требования санитарно-эпидемиологические, я имею в виду новые вот эти требования. Единственное, что может внести корректировку, это актуальная эпидситуация в данном регионе. Если в каком-то регионе, не дай бог, будет ухудшаться состояние вообще всей заболеваемости, то там, наверное, будут приниматься какие-то кардинальные меры. А вообще так, в принципе, все одинаково. Ну и вот вы сказали, если, допустим, в классе выявляется либо заболевший ученик, либо кто-то из учителей заболевает, здесь каким образом изолируется ли класс, изолируются ли контактирующие? Ну, здесь нужно рассказать о том, что сейчас мы, в первую очередь, после открытия дошкольных образовательных учреждений, эта картина у нас явно проявилась, то есть, когда открываются все детские сады, у нас появились группы, которые закрывались на, нельзя сказать, что совсем на карантин, на медицинское обследование детей. То есть ситуация, если взрослый человек, это имеется в виду родитель, дает подтвержденный коронавирус, то ребенок его становится автоматически контактным. Если он садовский, то вся группа детского сада уходит под медицинское наблюдение. То есть заведующий детским садом дает нам сведения в течение двух часов о том, что у нее в данном дошкольном учреждении есть группа, которая уходит на медицинское обследование, наблюдение, выписывается всем, значит, проведение анализа, и только после проведения анализа с отрицательным результатом ребеночек возвращается в детское дошкольное учреждение. Это было сейчас, ну вот сейчас практика проходит в дошкольных учреждениях. С 1 сентября такая же процедура будет у нас, скорее всего, и со школами. То есть если учитель дает нам положительный ковид, то весь класс, в котором он преподавал, уходит на медицинское наблюдение. Все дети. Еще один звонок есть телезрителя. Юрий Петрович, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, Юрий Петрович, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Задавайте свой вопрос. У меня вопросик такой. Вот вы говорите об учениках от школы. У нас есть театральная площадь. Знаете прекрасно. Напротив нее первая школа. Вот ученики в нее ходят. А здесь играет музыкальный фонтан. На всю катушку. А в домах невозможно, которые рядом находятся. Я не говорю о школе. Причем, существует ряд чеков, пилнушек, всяких, ну, баров, я не знаю. У них тоже играет музыка. Это не мешает ученикам. Да, повышенные децептелы. Это как раз ваша работа. Спасибо. Музыкальный фонтан мешает учиться ученикам первой школы. И мешает ли? Ну, скорее всего, эта музыка играет у нас в праздничные дни и выходные. То есть сейчас учебный процесс у нас не ведется. Скорее всего, все-таки в учебное время этот фонтан не будет работать, я так думаю. А вообще, конечно, если этот факт будет оставаться, о том, что музыка будет мешать учебному процессу, то руководителю этого образовательного учреждения необходимо будет просто написать письменное обращение к нам в управлении Роспотребнадзора для принятия мер. Итак, вот вы сказали, Марина, вы сказали, что массовые мероприятия запрещены. Поэтому у меня вопрос, Павел, к вам. А вы же периодически собираете детей, рассказываете, проводите с ними различные профилактические мероприятия. Это же массово? Вот как это будет теперь происходить? Массовые мероприятия, вот, потребные пожарной безопасности, это с участием 50 и более человек. То есть, ну, у нас классы меньше, соответственно. Ну да, 30. 30 там человек, это, я думаю, максимально. Вот, все профилактические мероприятия, которые мы из года в год проводим, ежегодно проводим, также на вот этот период начала сентября, первой декады сентября спланировано. То есть, первого числа наши сотрудники будут дежурить во всех образовательных учреждениях, соответственно, обеспечивать безопасность проведения линеек торжественных, посвященных дню здания. И в первой декаде будут организованы также проведения уроков по безопасности с детьми, по пожарной безопасности с детьми. Будут проведены экскурсии в пожарно-спасательной части, то есть с показом техники. Будут проведены также тренировочные эвакуации по эвакуации, соответственно, детей и персонала, учителей из зданий школ. Соответственно, все мероприятия будут проведены с учетом требований, которые сейчас предъявляются в связи с вирусом. Но, я думаю, учитывая то, что дети в школах не были с апреля или еще раньше месяца, и позабыли правила безопасности, им обязательно надо это напомнить, потому что у нас на территории области есть и случаи гибели людей на воде за летний период. Три ребенка погибло вчера. Если вы смотрите СМИ, в Кольчугинском районе произошла трагедия, где детей на объекте придавило плитой. То есть в результате один ребенок погиб. То есть детям необходимо напомнить еще раз о требованиях безопасности, которые существуют. То есть обратить внимание на вопросы безопасности. Если уже заговорили о безопасности, по поводу пожарной безопасности, как сейчас обстоит дело вообще с бытовыми пожарами? Да, у нас на территории области на сегодняшний день произошло практически 2500 пожаров. Это, по-моему, цифра 2447 пожаров. У нас наблюдается некоторое снижение по сравнению с количеством пожаров за прошлый год. Также снизило количество травмированных людей. Но, к сожалению, у нас наблюдается динамика увеличения количества погибших людей на пожарах. И, в частности, последние 6 дней у нас на территории области погибло ровно 6 человек. То есть 6 дней и в день по человеку гибнет. И, как правило, это все люди пожилого возраста. И причина, предварительно рассматривая, это курение в нетрезвом состоянии. То есть если мы возьмем общую статистику пожаров, то у нас, если не брать горение травы, мусора, то более 90% пожаров приходится на жилой сектор. И вот из той цифры погибших, то есть 68 человек у нас на сегодняшний день в области погибло, 26 погибло в результате именно курения. Курение в кровати, в постели. То есть люди, мы рассказываем, доводим, доводим памятки, население уже сдаем. Но люди не слышат. И тем более, когда находится состояние алкогольного опьянения, ну, они контролируют себя и, соответственно, погибают. Что еще можно сделать? Как профилактировать, на Ваш взгляд, для того, чтобы как-то изменить ситуацию? Ну, в текущем году у нас вообще, вот в связи с ситуацией с коронавирусом, то тоже... Так все смешалось. Да, все смешалось. Вопросы разных ведомств пересекаются, разные вопросы. С профилактикой действительно чуть-чуть, как бы, и меньше мы эту работу проводили, с учетом того, что население на дому нельзя посещать, инструктировать. То есть старались максимально эту работу провести через средства массовой информации, через электронные СМИ. Путем размещения памяток в подъездах квартирных домов, соответственно, через почтовые ящики. Но, вы сами понимаете, то, что есть такие граждане, которые не смотрят ни телевизор, ни, тем более, ни интернет. То есть до них донести эту информацию невозможно. Но сейчас, вот, со снятием тех ограничений, которые были с коронавирусом, соответственно, мы будем эту работу усиливать, и в том числе с привлечением органов, местного управления, представителей органов, местного управления добровольных организаций. Ну, тем важнее, что те люди, которые, да, сегодня в нетрезвом виде засыпают сигареты, когда-то они тоже были учениками, вот тем важнее, чтобы с 1 сентября началась полноценная учеба, то воспитание, которое дает, да, не только семья, но и школа. Ну, а вот вы со стороны ведомства свои, свою работу в школах. Да, мы, кстати, в этих мероприятиях, соответственно, несомненно, участвуем в школах, но вообще, вот, привитие безопасного поведения, это заложено в учебные программы, и это должно, ну, преподноситься преподавателям в правильной форме, так как не каждый сотрудник, вот, в данном случае МЧС, моего ведомства может правильно объяснить ребенку, то есть какие-то нормативы. Для этого нужно и педагогическое образование, чтобы в правильной форме именно объяснить ребенку, рассказать, именно вот в образовательной программе заложены, то есть вот эти, так называемые, часы, которые посвящаются этим вопросам, и мы периодически обращаемся в департамент образования администрации Владимирской области о проведении каких-то дополнительных, там, написаний диктантов, сочинений по вопросам безопасности, по вопросам пожарной безопасности, и такие мероприятия проводятся в школах, проводятся в конкурсе всевозможных рисунков, ну, соответственно, поздравления за нами, за главным управлением, ну, такие мероприятия, то есть, организовываются в ходе учебного, в течение учебного года. Ну да, вот как вот без мероприятий, да, Марин? Марин, как я понимаю, помимо обязательных, вот то, о чем сейчас говорит Павел, сейчас для наших учеников добавились новые правила, которые, в принципе, они тоже должны знать, понимать, особенно первоклашки, помыть руки, побрызгать дезинфицирующим средством, выйти в класс во время перемены, когда там включают либо рециркулятор. А, наверное, рециркуляторы, они постоянно включены, или как? Да. Да, они включены постоянно в школах рециркуляторы, которые можно использовать при наличии людей, правильно? Да, да. То есть, не вот эти, это не кварцевание, как вот в нашем понимании. Что необходимо знать? Каким образом, я не знаю, учить, во-первых, учеников, а во-вторых, их родителей, вот какие требования, может быть, новые, которые нужно знать и выполнять, конечно, в свете предстоящего 1 сентября, в свете и событий с коронавирусом, ну и, в принципе, начала школы? Ну, здесь ситуация такая, что детей, как правило, у нас даже есть, значит, Роспотребнадзором разработаны специальные детские программы о том, как разговаривать с ребенком о коронавирусе. Эта информация у нас размещена и на сайте управления, и мы-то также раздавали и памятки. И сейчас, с началом учебного года, конечно, педагогический коллектив будет неоднократно рассказывать своим детям о том, как надо себя, как вообще учиться сейчас жить в новой нормальности. То есть, это касается, конечно, не только детей, но и взрослых, и мы, в свою очередь, наше ведомство и педагогический состав сейчас будем об этом как можно больше говорить как с детьми, так и со взрослыми. То есть, мы учимся жить в новой реальности. Реальность – это то, что мы, к сожалению, долго будем еще ходить, нормально ходить в масках, нормально соблюдать социальную дистанцию. Это нормально, что мы, мужчины, воздерживаются на какое-то время от рукопожатия, от обнимашек, от наших целовашек. Вот эти все основные, о том, что необходимо чаще мыть руки с применением дезинфицирующих средств, вот это все, во-первых, об этом мы уже говорим, наверное, с весны этого года, но вот в преддверии начала учебного года к нам подсоединяться, если что касается детской аудитории, это будут наши педагоги, они нам будут сейчас активно помогать, то есть совместно с ними мы будем лишний раз напоминать, то есть действиями. Ребеночек пришел в школу, и педагог сразу ему скажет, что сейчас мы делаем то-то, сейчас мы пойдем туда-то, и ребенок будет просто привыкать к той норме, в которой нам придется какое-то время всем жить. Но, как я понимаю, помимо коронавируса есть и какие-то другие вещи, касаемые личной гигиены, которые необходимо выполнять, необходимо помнить в преддверии 1 сентября. Да, вот пользуясь случаем, мне хотелось еще напомнить о том, что ежегодно в начале учебного года, когда дети у нас приезжают со всех мест нашей Российской Федерации, не только, значит... От бабушек с дедушками из деревень. И от бабушек с дедушек, да. И получается, что медицинские работники обнаруживают у нас у детей вши, то есть педикулез у нас ежегодно фиксируется каждый год во всех образовательных учреждениях. Именно в начале сентября? Да, поэтому вот если брать статистику позапрошлого года, то у нас за год было выявлено 231 случай, среди них 183 – это дети. В прошлом году, в начале учебного года было выявлено 213, и среди них 160 – это дети. Мы, конечно, видим небольшую тенденцию к снижению заболеваемости, но она к нашему отчаянию есть, то есть педикулез у нас никуда не уходит. Поэтому вот сейчас, в преддверии нового учебного года, хочется обратиться к нашим родителям на то, чтобы они проверили за своих детей на предмет вшей, потому что если в детском коллективе, в садике или в школе будет выявлен ребенок, у которого есть педикулез, он должен будет незамедлительно изолироваться из детского общества. Значит, соответственно, это будет родителям обязанность провести лечение, то есть обратиться к медицинскому специалисту, провести курс лечения, и только со справкой от врача об отсутствии педикулеза он может вернуться опять в детский класс. Ну что ж, с нетерпением ждем 1 сентября, исходя из того, что говорят наши эксперты, а у нас сегодня сотрудник управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова, Марина, спасибо вам, и заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГНЧС России по Владимирской области Павел Васин. Павел, спасибо. Школы к приему учеников готовы, учителя тоже, но ученикам, наверное, только хороших отметок на ближайший учебный год. А я напоминаю, что эти и другие наши программы вы всегда можете посмотреть на нашем сайте, вариант-в.ру. На сегодня это все. С вами была Елена Панина.